Всем привет, друзья! Для многих людей, а также начинающих спортсменов, очень часто является вопрос, как принимать спортпит таким спорным. Они не знают, как его принимать, не знают, когда принимать, не знают, какие дозы и так далее. Сегодня я попробую в этом разобраться и вам рассказать. Я расскажу вам про протеин, про гейнер, как его употреблять и так далее. Сразу же скажу, что это не является химией. Многие пишут, что это химия, но вы не правы, потому что это натуральные источники углеводов, белка, минералов всяких, которые содержат эти спортивные добавки. Для чего вообще нужно спортивное питание? Оно нужно для того, чтобы наш организм быстрее восстанавливался, мышцы росли быстрее, быстрее восстанавливались после тренировок и так далее. Очень полезно. В них также много минералов, витаминов, микроэлементов, углеводов, белков. Все, что нам нужно для того, чтобы организм функционировал хорошо и без перебоев. У вас может возникнуть вопрос, есть ли какие-то противопоказания к применению этих протеинов, гейнеров и так далее. Да, побочные эффекты могут быть, как и в применении любой еды, в принципе. Если вы нажретесь кучу макаронов, то вам тоже будет плохо. Если вы съедите много яиц, то у вас печень тоже отвалится. Поэтому все нужно делать в меру. И сегодня я расскажу вам, как распределить все, чтобы вы могли употреблять вместо приемов пищи гейнер, либо протеин, либо что угодно. Давайте начнем с того, что есть гейнеры, которые содержат быстрые углеводы, есть гейнеры, которые содержат медленные углеводы, есть протеины, которые быстро усваиваются, которые более медленно усваиваются и так далее. Но в основном у всех гейнеров и протеинов одна такая схема, по которой нужно их употреблять. В основном протеин употребляется, если вы хотите набирать массу, до тренировки, за час примерно, где-то час-тридцать минут до тренировки, И сразу же после тренировки. Можно употреблять протеин 2-3 раза в день. Обязательно следите за белками, за количеством белка. Это где-то должно 30-60 граммов за порцию. Желательно, конечно, ну примерно 30-50, потому что 60 это уже многовато. Но обычно советуют 30-60. Я советую 30-50. Вот. Гейнер также. Можно 2-3 раза в день употреблять. Тоже следите за количеством углеводов. Но если, конечно, у вас никаких там осложнений нету ни с желудком, ни с чем, то можно, в принципе, и побольше углеводов делать. Но нормальная такая доза будет где-то 80-120 граммов углеводов. Что касается гейнера, его нужно употреблять, допустим, утром. Когда вы просыпаетесь, сразу же выпиваете, потому что там много углеводов, минералов, витаминов, которые помогают запустить наш организм и дать бодрости нашему телу. Потом вы можете выпить, если у вас есть тренировка, перед тренировкой за час и сразу же после тренировки. Перед тренировкой нужно пить для того, чтобы дать организму энергию для тренировки, чтобы более эффективная была. А после тренировки нужно для того, чтобы пошло восстановление. Тоже дать энергию, чтобы началось восстановление ваших мышц. Итак, друзья, теперь я вам покажу, как разместить эти все приемы. Например, возьмем гейнер, да. Что нам нужно? У нас есть 7 приемов пищи в день. Допустим, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и вам, ну, просто не съесть столько еды, или у вас просто нет времени, вы, например, работаете, либо учитесь в школе, либо в универе, либо где-то еще, и вам вместо этого нужно вставить гейнер, чтобы заполнить пробел, да, вот этот, который вам нужен для набора массы. Допустим, нам за день нужно съесть где-то 2700 калорий, 360 граммов углеводов, а также где-то 160 граммов белка. Что мы будем делать? Хороший гейнер обычно содержит такое количество углеводов, белков и калорий, например, как во втором приеме пищи, это макароны с курицей. Примерно такое же в одной порции хорошего гейнера. Что мы делаем? Мы просто берем, выкидываем этот прием пищи и вставляем туда одну порцию хорошего гейнера. Также мы можем вставить один прием гейнера вместо пятого приема пищи. Как мы видим, это рис с одним яйцом. Примерно такая же консистенция белков, углеводов и калорий в одной порции гейнера, и вот у нас в рисе. Поэтому мы смело можем заменять, и два приема пищи мы уже заменили. Это у нас был день без тренировок, рацион для дня без тренировок. Теперь у нас, допустим, понедельник у нас тренировочка, мы просыпаемся в 8 часов, кушаем, потом в 10 часов опять кушаем, в 12 мы уже принимаем гейнер, и в час идем на тренировку. Что получается? Мы за час до тренировки выпили гейнер, запустили все процессы, дали нам углеводиков, и будем пахать хорошо на тренировке. После тренировки сразу же мы выпиваем гейнер. Сразу же тренировка закончилась, выпиваем гейнер, и уже пошел восстановительный процесс в мышцах. Потом мы приходим домой, через часик кушаем, и все. Ну и так дальше получается, да. Потом через 2 часа кушаем, через 3 часа и так далее. 5-7 приемов пищи в день должно быть у качков. С протеином все абсолютно так же, только протеины обычно пьют для того, чтобы сохранить мышечную массу, либо наоборот похудеть, да, белковая диета. Но гейнер пьют те, например, как ядры щи, которым нужно набрать мышечную массу. Но можно и не только мышечную, так как у меня жировая масса вообще не растет практически. У меня будет расти хотя бы мышечная масса. Если вы хотите набрать массу, любую вообще, пейте гейнер 2-3 раза в день, и будет вам счастье. Если вы хотите быть сильным, а не вот таким вот. Либо таким. Либо таким. То вам обязательно нужно кушать 5-7 раз в день, потому что все спортсмены кушают примерно так. Мною, каждые 2-3 часа. Если у вас не получается, покупайте гейнер, либо белок, смотря какая у вас цель. Если вы худеете или сохраняете просто мышцы, пейте протеин. Если набираете массу, гейнер, и все у вас тогда получится. Лично я советую свой бренд MyProtein. Я являюсь амбассадором этого бренда. Лицом, так сказать, представителем. Это мой спонсор. Поэтому, друзья, я советую вам хорошая продукция. Ссылочка будет в описании. Можете купить гейнер, протеин, что угодно вообще. Там всякие аксессуары для тренировок и так далее. Вот, друзья, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал. И увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok